На работу Акмарала Идбаева, как и тысячи других жителей города, добирается на общественном транспорте. Девушка прошла стажировку в крупной компании, где требуется дисциплина и пунктуальность. Приложение для отслеживания общественного транспорта заработало как раз кстати. Акмарал больше не пропускает свой транспорт. «С приложением Айколик стало очень удобно. Я увидела в интернете, что у нас появилось приложение и сразу скачала. Там видно, где сейчас едет автобус. Как только он на соседней улице, я выхожу из дома. Не жду его и не пропускаю. А раньше бывало, что только выйдешь на остановку и автобус уезжает. Или ждешь его по 10-15 минут». По Айколик можно отследить до 70% городских маршрутов. GPS установили на 550 из 800 автобусов. Пока приложение доступно для пользователей смартфонов на базе Android. Установить приложение несложно. Заходим в Play Market, вводим в строке поиска Айколик и загружаем приложение. Регистрироваться при этом не нужно. Все маршруты отображаются на карте. «В планах полностью до 100% довести у нас, чтобы все маршруты, которые на линию выходят, ежедневно можно было отслеживать. На сегодняшний день в Play Market уже появилось приложение. К сожалению, там есть своя политика у Apple. И в Apple Store у нас на модерации сейчас находится. Я не могу точно сказать. Но где-то приблизительно неделя-две у нас появится уже в Apple Store». В приложении Айколик на карте города можно выбрать как все маршруты одновременно, так и самые необходимые направления. «Как вы считаете, вообще в целом для удобства граждан города Шымкент, создание приложения, по которому можно отслеживать график, это было бы удобно?» «Конечно. Потому что мы постоянно слышим, что автобусы переходят с задержками, постоянные заторы. Конечно, это удобно». «Скажите, пожалуйста, вам было бы удобно, если бы создали приложение, где вы могли бы отслеживать график передвижения в реальном времени?» «Да, очень удобно». Разработчики планируют добавить остановки и функции расчёта времени до прибытия к остановке, построения маршрута и голосовое управление.